Всем привет! В этом видео расскажу вам о своем заказе в компании Фаберлик по 16 каталогу. Заказала я себе два крема для лица из серии Вербена. Эта серия подходит для всех типов кожи и она против 7 возрастных изменений. Данные кремы имеют плотную консистенцию и подходят для использования в холодное время года. Именно из-за этого я их собственно и взяла. Что же они делают? Они замедляют процесс старения, сохраняют влагу, питают и смягчают кожу. Объем каждой баночки 50 мл. Хватает такого объема на 2 месяца примерно. Вот так вот выглядит упаковка. Симпатично. Думаю, что мне понравятся эти кремы. Уже из этой серии как-то раз я такой крем использовала. Весенний, тоже ночной. Мне понравился. Главное, чтобы не закупоривал поры и не вызывал каких-то высыпаний. В комплекте с дневным кремом шел вот такой вот тоник. Это тоже серия Вербена. Это очищающий тоник для всех типов кожи. Он бережно удаляет остатки макияжа и загрязнений, освежает и тонизирует кожу, улучшает цвет лица. Это у меня уже вторая баночка. В принципе, тоник неплохой, но действительно, кроме того, чтобы убирать остатки загрязнений и освежать кожу, он ничего не делает. Спирт он не содержит и очень-очень приятно пахнет. Так что, может быть, отдельно я бы его и не приобрела, но в комплекте взяла и, в принципе, не жалею. Также взяла я себе еще два крема для лица из серии BioEffect. Так вот они выглядят. Дневной крем увлажнений и тонус для комбинированной и жирной кожи. Смягчает и успокаивает кожу, сохраняет оптимальный баланс влаги, нормализует работу сальных желез, легкая нежная текстура, быстро впитывается. Такой крем у меня уже был и он мне, в принципе, понравился. Не могу сказать, что он как-то мотировал или что-то действительно нормализовал, но им было очень приятно пользоваться. В компанию к нему взяла я ночной крем. Здесь очень большой объем, 75 мл. Этот крем подходит для всех типов кожи. Он питает и восстанавливает. И в результате мы получаем здоровую, свежую и отдохнувшую кожу. Вот такой вот крем. Буду их использовать, разумеется, в паре. Вся серия Биоэффект у меня уже собрана. Буду пользоваться всем вместе. Что еще я приобрела в этом каталоге? Крем для рук зима. Защитный. Покупаю его уже третий год подряд. Он мне нравится. Действительно, кожа рук с ним не сохнет, хорошо себя чувствует. Но зима у нас не очень морозная, поэтому всегда он у меня остается до весны. И весной я его использую под перчатки. И под перчатки он хорошо себя проявляет. Это вполне неплохой крем. Я считаю, что если я заказываю третий год подряд, то действительно он неплох. Что еще для рук я приобрела? Наконец-то решилась вот такие два мыла жидких взять. Оба они из серии Бьюти Кафе. Вкусный кислород. Лесная земляника и спелая смородина. Точнее, ароматная земляника. Очень много хороших отзывов на эти продукты. Очень хорошая серия. Превосходнейшие ароматы. Действительно, ароматы потрясающие. Был у меня гель для душа. Вот такой вот спелая смородина. Очень приятный аромат. Решила взять два мыла. Цена была невелика, а объем просто огромный. 300 мл. С удовольствием буду пользоваться. Это уже, скажем так, в общем, это легенда Ютуба. Каждый, кто заказывает что-либо в Фаберлике, рано или поздно покупает себе эти жидкие мыла. Также приобрела я себе кусковые мыла. Тоже эта серия Бьюти Кафе была. На них хорошая акция. Три за 75 рублей взяла я ароматную землянику, спелую смородину и нежный персик. Не знаю пока, что я буду с ними делать. Оставлю себе или кому-нибудь подарю. Но в любом случае лишними они, скажем так, не будут. Ну и кое-что из декоративной косметики я приобрела. Очередной вот такой вот лак для ногтей серии Secret Story. Артикул 72-83. Кремовый шелк. Вот так вот выглядит упаковка. Этот лак у меня сейчас на ногтях. Он мне нравится. Он симпатичный. Огромная просто здесь, скажем так, кисточка. Конечно, Фаберлик переплюнул, по-моему, всех. И Риммель, и Катрис. Огромная кисть. Наносить не могу сказать, что очень удобно, но вполне себе неплохо. Лак хороший, перламутровый. Хорошо сохнет, хорошо наносится. В два слоя очень красиво смотрится на ногтях. И немного меняет свой цвет в зависимости от освещения. Мне этот лак очень понравился. Покупала его по отзывам кого-то из девочек. Так что осталась я очень довольна этим лаком. Но больше, наверное, все же покупать лаки не буду. Дороговато и очень маленькая палитра, скажем так. Вот. Это был весь мой заказ Фаберлик. Он был очень небольшой, но довольно интересный. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok